С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 11 августа. В этот день Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси. Помимо двух основных праздников, посвященных святителю Николаю, 19 декабря – блаженное успение святого и 22 мая – перенесение святых мощей в город Бар, существуют и другие дни церковного чествования угодника Божия Николы. А вот праздник его рождения пока не очень широко известен в России, поскольку был возрожден не так давно, в 2004 году, по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. У родившихся в этот день в 1889 году появился на свет Владимир Зворыкин – великий русский ученый, электронщик, отец телевидения, участник Первой мировой войны. Он чудом избежал расстрела и в 1918 году эмигрировал в США, где через пять лет изобретает иконоскоп – первую передающую электронную телевизионную трубку. Сегодня на трубке Зворыкина работает вся мировая телерадиоаппаратура. Среди изобретений Зворыкина – приборы ночного видения, компьютерный метод предсказания погоды с использованием ракет-радиозондов, системы электронного управления движением транспорта, читающие телевизионные устройства для слепых. В 1939 году рождается Анатолий Кашпировский – советский психотерапевт и одно время даже политик. Окончив Венецкий медицинский институт, 25 лет проработал психиатром. Затем стал психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике, руководителем Международного центра психотерапии в Киеве. 27 июля 1989 года Кашпировский впервые выступает в концертной студии «Останкино». Затем в течение года на центральном телевидении проходят шесть передач – сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского, во время которых он якобы вылечил от самых разных заболеваний около 10 миллионов человек. Оскар Кучера родился в 1974 году, российский актер, теле- и радиоведущий, певец и музыкант. Ну а теперь о событиях этого дня. В 1492 году на первом конклавии в Сикстинской капелле папой римским избран представитель испанского семейства Борджа Александр VI. Второй папа римский из легендарного испанского рода, значительно расширил пределы папской области, превратив ее в одно из крупнейших государств Италии. Вместе с тем скандалы, которые сопровождали его 11-летнее господство в Ватикане, сильно подорвали моральный авторитет папства и приблизили начало реформации. 1773 год. Появившийся в заволжских степях беглый донской казак Емельян Пугачев объявляет себя императором Петром III и призывает манифестом казаков, калмыков и татар к восстанию. Чтобы злодеев дворян, этих разорителей крестьян ловить, казнить и вешать. Образовалось войско в 25 тысяч человек, которое непрерывно пополнялось. Огромный край вскоре был объят мятежом. До самой Казани горели дворянские усадьбы, заводы и города. 1959 год. В Москве открывается международный аэропорт Шереметьево. В этот день службы предприятия впервые обслужили лайнер Ту-104, который доставил пассажиров из Ленинграда. Вначале был главный аэродром военно-воздушных сил Советской армии. Он получил первоначальное название «Шереметьевский» по двум расположенным неподалеку объектам – жилому поселку Шереметьевский и одноименной станции Савеловской железной дороги. В 1957 году были введены в строй взлетно-посадочная полоса, магистральные и соединительные рулежные дорожки, три перрона с местами для стоянки самолетов, здания центрального пункта управления. В 1959 году аэродром передается от Министерства обороны СССР в гражданскую авиацию. 1968 на экраны страны выходит фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». В нем снимаются Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Игорь Старыгин, Ольга Остроумова и другие. Это оттуда знаменитая формула «Счастье – это когда тебя понимают». Через год он был удостоен главного приза 6-го международного кинофестиваля в Москве, а в следующем году Госпремии СССР. 1969 год. В одном из клубов «Беверли-Хиллз» Дайана Росс впервые представляет аудиторию группу «Jackson Five». Конечно, самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей производит 11-летний мальчуган по имени Майкл. Именно тогда он прошел свое первое боевое крещение. 1973 год. В 19.30 начинается показ первой серии многосерийного художественного фильма «17 мгновений весны». Оглушительный успех этого фильма у зрителя обеспечен многолетней кропотливой работой режиссера Татьяны Льозновой. Напряженным сюжетом сценария Юлиана Семенова, игрой великолепного актерского состава и музыкой, написанной к фильму Микаэлом Таравердиевым. 1984. Президент Рейган, проверяя микрофон перед пресс-конференцией, заявляет на всю страну. «Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбежка начнется через пять минут». 1998. Группа Rolling Stones впервые выступает с концертом в Лужниках. Лишь только стемнело, сцена зажигается густо синим светом. Из закулисной темноты выскочили, теперь уже и не вспомнишь, кто за кем, и зарядили Satisfaction. Музыканты в пятером группы Rolling Stones. Без подпевок, клавишных и духовых. Начинается концерт. 1999. Последнее в 20 веке полное солнечное затмение, в связи с чем кое-кто собирается встречать конец света. Лунная тень, промчавшись с запада на восток со скоростью около 2000 км в час по множеству густонаселенных районов, побила все рекорды по числу наблюдавших более 350 миллионов. Максимальной продолжительности 2 минуты 23 секунды затмение достигло в румынском городе Рымникул-Вылча. Ну и самое последнее. 1979 год. 13.35. Днепродержинск, Украина, СССР. В воздухе сталкиваются два самолета Ту-134А. Все 178 человек на бортах погибают. Оба самолета находились в крейсерском полете. Ошибка со стороны диспетчеров. Они рассчитывали взаимное расхождение самолетов вручную, исходя из данных, которые сообщал экипаж. Лайнеры должны разойтись в небе, пройдя одну и ту же точку с разницей в 3 минуты. На самом деле разница составила меньше 60 секунд. По числу жертв эта авиакатастрофа в истории Ту-134 занимает первое место в истории СССР и Украины среди столкновений в воздухе. Погибает почти вся футбольная команда в высшей лиге Пахтакор-Ташкент, направлявшаяся на матч с Минским Динамо. Ранее подобные трагедии происходили с командами итальянского Турина и английского Манчестер Юнайтед. Человеческий фактор с тех пор, к сожалению, никто не отменял. А я в то время слышал этот взрыв, потому что находился как раз в этом городе. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.